ОМТВЮА про Головне. О том, что таким образом Россия восстанавливает некую историческую справедливость и защищает братьев славян от фашистов, являются лишь прикрытием для удовлетворения имперских планов и амбиций, которые вдобавок еще приведут к очень большим экономическим, политическим и социальным проблемам в нашей стране. Ну и в Украине тоже. В Украине в первую очередь. За последние годы весь мир и, в частности, те люди, которые усердно голосовали за нашу нынешнюю власть, могли убедиться, что каждое их слово является ложью. Сначала они твердили, что не собираются присоединять Крым. Заявляли, зачем нам это, это даже не входит в круг рассмотрения. Примерно через год его аннексировали. Потом врали про то, что не будет повышения пенсионного возраста. Помните, да, сейчас, кажется, с такой мелочью уже. И, конечно, повысили. А затем долго и изощренно врали про то, что не будут вторгаться в Украину. Еще даже так мерзко подхихикивали. Типа, ну и где же наше вторжение, а? Саечку за испуг, господа паникеры. А сами просто выжидали, когда закончится Олимпиада. Да, договорились с Дэн Сяопином. И вот теперь, пожалуйста, вторглись. Происходит некая чудовищная, невообразимая вещь в центре Европы. В 21 веке. В цивилизованном мире. Впрочем, между Россией и цивилизацией отныне возводится глухая, непреодолимая стена на долгие годы, а может быть, десятилетия. Мы призываем всех, кто развязал эту войну, которую вы, господа, называете специальной операцией. Остановитесь, задумайтесь. Попробуйте сесть за стол переговоров, если у вас осталось что-то человеческое. Позора с себя вы уже не смоете, не надеетесь, но можно избежать еще жертв, можно сохранить человеческую жизнь. Остановитесь, господа. Дорогие друзья, нам надо просто молиться Богу, что мы последние десятилетия, мы так серьезно поправили дела в нашей армии, в оборонке и вооружении. Деградация и позор спецназа Главного разведывательного управления России. Рыба гниет с головы, но чистят ее с хвоста. Ценность данной мысли неприходяща, ведь она идеально характеризует атмосферу в высшем командном руководстве и рядах российской армии. Наше дело правое. Мы боремся за свободу. Пока граннокомандующие и его халуи, аки-дети, малые радуются разным, уже обесцененным на фоне более перспективных образцов, железяками, Человеческий фактор добивает армейцев. Коррумпированный до мозга костей оленеводческий коллектив, засевший на Фрунзенской набережной, под прикрытием спецоперации, нацелился оперативно распилить еще полтриллиона рублей. К сожалению, мало. Надо наращивать, наращивать наш оборудовый бюджет. Этих денег хватило бы на 3700 новых образцов и скромный ремонт 100 единиц техники. Что к чему, до конца непонятно и сверхсекретно. Однако известно, что в Украине потеряно свыше 7 тысяч единиц техники. Мы создали такие очень хорошие комплексы, которые у них не получаются ни под каким соусом. На самом деле эти танки не стреляют, а реактивные истребители не могут летать. Иными словами, какое-то латание дыр больше для виду, чем для восполнения утраченных ресурсов. Российско-советского армейского кентавра живьем пожирают черви. Он разлагается на глазах. К счастью, как в капле воды отражается солнце, так в элитной 14-й бригаде ГРУ отразилась вся суть современных ужасов второй армии мира. В строгом соответствии с графиком. По плану. Благодаря работе киношной и книжной пропаганды, спецназ ГРУ стал одним из брендов путинской России. Государевы люди и особое братство, и поэтому будем друг за друга сражаться. Так молюет для непосвященных сверхлюдей в погонах. Действительность же диаметрально противоположна. Искусство элиты – бесконтактный бой. Осенью 2021 года в СМИ взорвалась инфобомба. В Уссурийске командиры 78-й отдельной роты специального назначения 14-й бригады спецназа ГРУ майор Панов 1986 года рождения и капитан Ярушевич 1990 года рождения. По своим методам обучали молодых спецназовцев любить Родину. Слава России! В ходе воспитательных бесед офицеры насиловали солдат черенком швабры. Живите с этим, как хотите. Так как они не хотели сдавать свои деньги на нужды роты. В этом же вся проблема. Были случаи, когда половой орган угрожали степлером прикрепить к стволу дерево. Мама. При этом истязатели сами фиксировали все на видео. От рук садистов пострадали 20 солдат-срочников, давших на гражданке показания. Такая атмосфера царит в элите Росармии. Война только в разы усугубила картину беспредела. По информации, распространенной в СМИ на основе рассказов бойцов 14-й бригады, этого подразделения спецназа ГРУ уже практически нет. Почему нет? Она понесла большие потери в районе Изюма-Славянска. А на данный момент пополняется всяким отребьем. Кому спасибо за это? Всем. Нет. Правительство ховар справляет. Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Президенту. И вам. Причин экстерминации элитного воинского соединения как минимум две. Во-первых, это коррупция наверху. Ведь военных кинули в пекло с никудышней экипировкой и с паршивым продуктовым довольствием. Отсюда истоки мародерства. Во-вторых, неуставное поведение командиров. История мирного времени с Пановым и Ярушевичем не исключение. А часть системы управления военными кадрами. На поле боя это выливается в страшные эпизоды расправ над подчиненными. Из информации самих спецназовцев стало известно о приказах добивать своих раненых. Или же наоборот, отправлять тяжело раненых после лечения сразу на передовую. Ну, куда деваться? Время такое. Говорят, полковник Биланчук лично прибыл в госпиталь, где срывал капельницы с военных, требуя вернуться на боевые позиции. А практика сокрытия потери торможения вывоза трупов для выплаты гробовых – вообще обычное дело в бывшей 14-й бригаде. И это соединение, которое прошло обе чеченские войны, решало спецзадачи на территории Сирии. Давно ходила дурная слава, что спецназ ГРУ нес боевые потери, несопоставимые с характером боевых задач. А когда эти самые задачи масштабировались, деградация переросла в позорную погибель. Родина не забудет! Ваш ратный подвиг! Таков закономерный итог негативной селекции на уровне элитных частей. Про ситуацию в простой пехоте даже думать страшно. Спасать, перевооружать, чистить уже почти нечего. У гнилой головы Росармии хвост благополучно отпал сам. Планировать нам ничего нормально не удалось. Цели у нас оказались завышенными. Расчеты наши оказались неверными. Все идет по плану. Ну и пусть дойдет до своего логического завершения. Проблема русских в том, что они вообще существуют. И поэтому не существовали бы и не было бы никаких проблем. Предсказание. Когда Киев должен рухнуть? Через сколько месяцев после? Не хочу повторять, но... Полгода, да? Сколько уже прошло? Владимир Владимирович, понимаете... Я как раз за другое хочу сказать. Нет, я просто же помню, что вы говорили, чтобы отметить в календаре день, когда... Дело вот в чем. Дело в том, что... Дело в том, что... Дело в том, что... Продолжение следует...